Утренняя молитва нашей Киевской архиепископии. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю Господу нашему, Искупителю рода человеческого хвала! Приветствую всех, братья и сестры, возлюбленные дети Божьи! Приветствую всех, всех, всех! Слава Богу! Дорогие друзья, доброе утро всем! Благословений Господних! И сегодня утро, у нас 10 марта 2019 год. Я извиняюсь, там в социальных сетях я сделал ссылку на это видео, а ошибку допустил там и написал не 0,3 месяца 2019, 0,3,10 сейчас написано, а было 0,4 апрель месяц получается. Вот, и там высветилось как раз. Ну, не суть важная. Вот, это дело такое. Вот, самое главное, сама суть. Вот я такой цитатой здесь опубликовал сейчас, вот, пойте Господу, да, там написано, и цитата из Мартина Лютера «Дьявол панически боится поющего христианина». Там еще другое есть еще, его высказывание тоже там в другом месте, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин. Вот, и сам Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, один из пионеров, да, вот, как раз начало новой эпохи, Великой Реформации, эпоха Великой Реформации, уже пять столетий, больше, чем пять столетий продолжается эта эпоха Великой Реформации, восстановление, покаяние, исправление церкви, работа над ошибками. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, Боже, благодарю тебя за это время, благодарю тебя за эту эпоху Великой Реформации, восстановления, благодарю тебя, Господь, за это доброе утро, благодарю тебя, Господь, Святой, за милость и благодать Твою, обновляющиеся в нашей жизни этим утром, Господи, слава Тебе, благослови, Господь, благослови, Боже, сегодня, Боже, эту молитву прими, Господь, как фимиам, как благоухание к престолу славы, благослови сегодня всех нас, Боже, благослови сегодня всех, вот кто и в эфире сейчас, вот прямом эфире подключился уже, и кто подключается, благослови, Господь, во имя Иисуса, благослови наши семьи, родных, ближних, Господь, Боже, церкви, общины, Аллилуйя, Роман пишет здесь, вот, шалом, благословен Господь, Бог наш, слава Ему, навики, аминь, 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 благословений Господних вам, всем, братья и сестры, вот, сегодня тоже буду делать хлебопламление, совершать у меня, вот здесь приготовлен уже сок, уже налил, Роскомидио совершил такую, как бы, перед включением прямого эфира, у меня еще есть халла есть, с шабата, вот, и, вот эту халлу как раз сейчас вот буду использовать для причастия, хлебопламления, плетенку эту, вот, и, знаете, друзья, скажу, что, перед эфиром, сейчас я вот вспомнил, историю из книги «Деяния апостольских», когда наших братьев, вот, Павла и Силу, их арестовали, избили, ни за что, за все хорошее, за слово Божье, за проповедь евангельскую, знаете ли, это весьма так обидно, хотя, Господь да говорит нам радоваться, вот, в таких случаях, да, но по себе знаю, что это бывает очень непросто, так радоваться, когда понимаешь, что за все хорошее тебе, вот так арестовывают, задерживают, последние годы, меня часто арестовывали, часто задерживали, вот, и допрашивали, вот, порой сутками допрашивали, это очень утомительно, знаете, мозги просто плывут уже у тебя, вот, и один раз только доведено было до суда, вот, меня судили в Петербурге, арестовывали последние эти годы меня в России, где я тоже несу служение, потому что Бог так призвал служить меня на постсоветском пространстве, но слава Богу, здесь в Украине сейчас такая свобода, религиозная, вот, и небывалая просто, неслыханная свобода, и не видно на это селе вообще свобода, на постсоветском пространстве, скажу так, и даже вот и в Европе, не найти вообще другого примера, такой полной свободы религиозной, в России нечто подобное было в начале 90-х, в самом начале 90-х, 91-й, 92-й год, 93-й, вот так вот, вот в те годы было нечто подобное тоже, но сейчас здесь в Украине это все в еще большей степени, чем было даже тогда в России в начале 90-х, вот, и я Бога благодарю за этот шанс, прекрасный шанс для верующих здесь в Украине, благовествовать, благовествовать Евангелие Христово, и мне очень приятно видеть, что верующие очень разные, и сектантского типа, и такого не сектантского, разных направлений течения сегодня проповедуют, я здесь возле метро Черниковская, возле метро Лесова, вижу свидетелей Иеговы, я их готов обнимать просто, я их просто обнимать, готов целовать, ну как бы я так воздерживаюсь, как бы чтобы не допугать их, просто благоставляю их, значит, говорю, молодцы, вот, значит, трудитесь, значит, все, значит, там, беру у них брошюрки, у меня здесь вот даже их не... я все беру, я все читаю, здесь у меня есть вот брошюрки, взял украинскую мову, говорю, а что у вас есть украинскую мову? На русском языке у них много, а на украинском, оказывается, у них очень мало здесь литературы, надо же, думаю, я им сказал, что я беру украинскую мову, хотя я русскоязычный, но вот читаю украинские тексты сейчас, у меня богословская литература, и католическая здесь вот, и православная, и протестантская, и разная такая вот литература, околохристианская, значит, в основном украинскую мовую читаю, вот, и нахожу в этом большое наслаждение, удовольствие, и молюсь, кстати, молюсь тоже, Роман, молитесь тоже об этом, как украиномовный, да, вот, христианин, молюсь о том, чтобы здесь, в Киеве, открыть курсы для взрослых, для изучения украинской мовы, и практики украинской мовы, к сожалению, нет таких курсов, они были, как бы, но, это небольшая группа собиралась, единомышленников, и, это не были, даже, ну, христиане, по сути, возрожденные, это такое светское, такое было, светская программа, они на Хрещатике где-то собирались, и, это было, вот, в период, по-моему, ранчо, революции, оранжевая революция, да, по-русски, вот, где-то в это время, вот, и все, и сейчас я спрашивал, обзванивал, курсов нет таких, это в столице Украины, поэтому, все разговоры об украинизации, они, это больше разговоры, по сути, в Киеве, допустим, вот, услышать человека на украинском языке, почти невозможно, очень трудно, ну, если только молодежь, допустим, молодежь, можно, да, школьники, допустим, вот, учащиеся институты, допустим, можно услышать украинскую речь, и очень редко, кто-то из взрослых, среднего возраста, пожилого возраста, очень редко, поэтому, я лично молюсь о том, чтобы в Украине люди молились украинской мовы, чтобы здесь пели украинскую мову, чтобы, вот это, потому что реформация, в любых народах, она, даже исторически, вот, допустим, германская реформация, взять Мартина, Лютера, допустим, значит, северную Европу, реформация всегда, она не только связана, с духовным таким пробуждением, но и с национальным осознанием, переосмыслением, и пробуждением таким, это в Украине уже есть, но очень робко, очень, знаете ли, очень, так вот, осторожно, слишком осторожно, вот, на мой взгляд, и, значит, конечно, вот такие курсы, я думаю, именно должны христиане вести, христиане, если у вас есть кто в Киеве, преподаватели украинской мовы, кто могли бы помочь бы в этом деле, вот, курсы для взрослых, я сам бы записался на эти курсы, я в первом бы записался бы, вот, и практиковать, я вот читаю, я разумею, я вот пою песни, сегодня у меня, у меня будильник, допустим, вот, на, вот, выходные дни у меня, Сергей Бабкин там поет у меня, это как в песне песней, как вот в этой прекрасной песне песней, в Библии, на примере любви мужчины и женщины, раскрывается вот это таинство любви создателя и творения, Бога и человека, человек и Бог, Бог и человек, это прекрасно, и вот, когда Сергей Бабкин я слушаю эту песню, я просто восхищаюсь, вот именно вот, каждый раз, я даже на будильник поэтому поставил себе на выходные дни, вот именно вот этого вот Деба я, Сергей Бабкин, кто не слушал, послушайте обязательно, это одна из удивительнейших песен вообще, я просто влюбился в эту песню, огромное спасибо Сергею Бабкину, Сергей если подключился, а потому что я писал ему в Харьков, значит, там, значит, и в Киев писал, куда-то еще, там, на вот, где были эти мероприятия, вот, надеюсь, он хотя бы в записи посмотрит, вот, но, значит, огромное спасибо за эту песню, для меня это действительно как песня песней, вот, потому что песни любви, и тем более там слова такие вот, все хопло на твоей владею, вот это вот, я просто, это Бог, это Господь, действительно, это Он, это не просто парень и девушка, это не просто мужчина и женщина, это человек и Бог, Бог и человек. Да, песня песней, слава Богу, Роман пишет, да, это, ну, ну, да, добре, молитесь за мову, бо за нападая наша соловьина, будем молиться и благать батька нашего про відроджение, хай благословит вас Иисус и дарует милость свою, аминь, аминь, дякую, брат и дякую, аллилуйя, да, вот мне проще говорить на русском, потому что на украинском у меня слов не хватает, или очень медленно буду говорить на украинском, хотя, в принципе, ничего, вот, мне снился сон в 97 году, когда я только приехал в Украину, я не знал даже пару слов на украинском, даже дякую, там, мне казалось, английский проще, чем украинский, вот, и знаете ли, хотя в Киеве, значит, когда я приехал в Киев, то не звучало вообще из украинского мова, вообще, сейчас хотя бы кое-где, хотя бы кое-как можно услышать, хотя бы, редко, но очень редко, к сожалению, вот, а тогда в 97-м вообще, я в Киеве вообще не слышал никого, чтобы кто-то в украинском мове, ни молодежь, ни стариков, никого, абсолютно, а я думаю, надо же, вот это Украина, думаю, вообще есть, ничего украинского нету, думаю, вот, значит, это мое первое такое впечатление было, значит, о Киеве, непосредственно, ну, хорошие были впечатления, но, одно из таких нехороших впечатлений, было вот это как раз вот именно, языковое впечатление, не очень хорошее, честно говоря, думаю, надо же, вот тебе Украина хваленая, как бы, а где есть Украина, как бы, и нет Украины здесь, как бы, вроде как бы, Украина вроде бы, фасад есть, а нутраты нет украинского вообще здесь, вот, И, как бы, вот такое небольшое разочарование было. Хотя я очень восхитился городом, вот именно архитектурой и вообще вот, ну, вот самой атмосферой города. Да, я очень полюбил Киев самого раза, первого раза. Но вот единственное, что огорчение такое было небольшое у меня, это вот то, что я не услышал здесь украинской мовы вообще. И потом мы жили в Киеве несколько лет, и за несколько лет здесь проживание с 98-го уже вся семья уже была. С 97-го года, с 97-го по 2004-й год мы жили в Киеве, в Украине жили, вот, и всей семьей. Вот, и до 2004-го года фактически украинской мовы я здесь не слышал. Очень редко где, очень редко. А в конце 90-х вообще не слышал, вообще не слышал. Вот, сегодня молюсь о духовном пробуждении. И я думаю, что реформация здесь в Украине и на постсоветском пространстве, она упирается в том числе и в культурные барьеры определенные. И языковые барьеры. Вот, это очень так вот трагично. Одно из последствий империализма и советизма, коммунизма, это вот как раз вот именно лишение вот этой самой идентификации национальной такой народов постсоветского пространства. Дамы и господа, братья и сестры. И сегодня молюсь о таком духовном пробуждении народов. Вот, и пою Богу. Кстати, когда я говорю, мне проще на русском говорить. Я думаю на русском, мне проще говорить на русском. Вот, хотя я не русский по национальности своей, но вот по мышлению и вот по языку своему я русский. И поэтому, хоть русский нет в крови моей, но я русский по своему мышлению, по языку своему, по культуре своей. Вот именно, ну вот по культуре в такой смысле. Не то, что называется сейчас русской культурой, а в хорошем смысле этого слова. Потому что сегодня русским миром, русской культурой называют обычной бескультурой и всякого рода. Вот, и я татарин по матери, еврей по отцу, но вырос в такой вот атмосфере русскоязычной. Я помню в первом классе принял решение быть русским. Потому что, если ты говорил где-то на татарском языке, а моя бабушка, дедушка, допустим, татарский, они вообще русский не знали фактически. Вот, дедушка мой, бабай мой, Гали Ахмед, он только лишь одно слово на русском хорошо знал, без акцента, собака. Когда он там с плеткой ходил, такой, ну как назвать, мухобойка, и там муху какую-нибудь увидел, так бабац, так попадал, собака. У него так, я с детства запомнил, так еще мне было 5-6 лет, он единственное слово по-русски говорил без акцента, прям четко, собака. Думаю, надо же, интересно. А вообще, а так только по-татарски, с ними, с моим бабаем и с моей бабушкой, дедушкой, я мог говорить только по-татарски. Но в первом классе было стыдно, там много было и татары, и чуваши, и немцы, и евреи, у нас кого только не было в классе, интернациональный класс. 32 по списку было у нас учащихся в нашем классе, первом классе, где, значит, ходил первый класс, по-волжью еще. 28 национальностей, представляете, то есть, интернациональный вообще такой класс. Вот, и в первом классе мы все, все 32 учащихся стали русскими. В первом классе же, потому что говорить на каком-то другом языке, это было признаком, как бы, таком, как бы, ну, невежества, как бы, деревенщины, хамства или чего-то еще считалось так вот, как бы, предосудительным. Вот, и, да, я помню те дни, вот, это проклятие определенное, когда, знаете ли, из разных народов нашей страны дьявол создавал один народ, знаете ли, безбожный народ, советский так называемый народ, народ безбожник, народ противобожник, народ атеист. Искусственно, селекционно выводилась новая порода такая, гомосоветикус, человек советский. Ради этой селекции кремлевские селекционеры десятки миллионов жизней загубили, знаете ли, и, ну, рассуждая, что цель оправдывает средства, и для благой цели, светлого будущего, все средства хороши. Голодоморами, войнами, значит, репрессиями, десятки миллионов людей были загублены. И все ради выведения новой породы человека ужасного, человека советского, человека безбожного, народа атеиста. Но после падения Союза, конечно, удивительный начался процесс. Вот, как ни катали асфальтом землю, зелень стала колоситься, стала пробиваться сквозь эти асфальты покрытия, земля стала пробивать все это, жизнь стала побеждать, и люди потянулись к Богу, особенно в тех регионах, где было меньше все-таки советской власти, в меньший период был там советской власти, вот, западная Украина, западная Беларусь, там сразу же просто заколосилась зелень, люди к Богу потянулись, храмы переполненные и прочее. Вот, я помню те годы, 91-й год, даже Рязань, я в Рязани служил, последние месяцы еще были Советского Союза, да, 91-й год, официально нам еще по утрам, в 6 утра пелось, Союз нерушимый, там Республик Свободных навеки скрепила Великая Русь, там, значит, хотя уже было понятно, что на ладан дышит уже вся эта махина, и со дня на день уже, в принципе, все это рухнет. Вот, но еще официально был Советский Союз, и я служил тогда священником, молодым священником, да, иереем в Борисоглебском соборе в городе Рязани, меня тогда как раз, да, отложил архиепископ Симон Рязанский-Касиновский, тогдашний уже покойный, Царство Небесное ему, да, святой был человек, на самом деле, Божий человек. Вот, во многом пример для меня, по жизни вообще. Вот, и светлая личность такая, и вот, и я помню такое удивление, еще буквально на протяжении, там, двух-трех месяцев такие перемены произошли. На всю Рязань тогда было только лишь два действующих храма, это вот Борисоглебский собор, собственно, где я служил, и Скорбящинская церковь, да, да, на кладбище, Кладбищинской, все, как бы больше и не было. Вот, это сейчас там уже десятки храмов в Рязани открыты, а тогда два храма всего лишь, и те полупустые, ну, в воскресенье больше или меньше там хотя бы люди есть, а в будничные дни вообще там один, два, три, там, и то-то, ну, и плюс еще свои там рабочие, там, кто там за ящиком, кто там матушка какая-нибудь там Епракси, там, а Минадора, Минадора, матушка Минадора тогда служила еще, да, 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 старенькая, старенькая, да, она еще, по-моему, с 19 века была родом как раз тоже, да, точно. В девяносто первом году ей было уже там девяносто два и девяносто три года, старенькая бабушка такая тоже, а ведь служила, Богу служила, молодец вообще, такая добросовестная. Она мне как раз первую мою рясу пошила, у меня был подрясник от владыки Симона, он меня благословил этим подрясником, вот, значит, отец Петр Никули меня благословил рясой, значит, у меня была ряса, подрясник, а такую светлую рясу, у меня не было светлой рясы, ну, не чисто белой, как это, допустим, да, а она мне пошила такую кремовую такую, хороший материал такой, я ее долго носил вообще, матушка Минадора, да, замечательно. Да, по Библии, да, привет с Кирова на Вятке, сейчас день спасения, слово в Библии, аллилуйя, по Библии таковым подражать, вере их они делам, аллилуйя. Вот, вот, слава Богу. Ну, делам имеется в виду лицемеров, но про тех, про кого я сейчас рассказывал выше, архиепископ Симон Рязанский, допустим, вот, и матушка Минадора, там, многие другие, как раз вот наоборот, вот, делам ихним во многом я подражаю и буду подражать, именно как верующим людям. А вот вере их нет, вере их, к сожалению, в отличие от тех, значит, религиозных вождей, которые были 2000 лет назад в Израиле, сейчас в христианстве все наоборот, как раз, делам можно подражать, значит, А вот вере нет, потому что вера Божья, вера евангельская, она очень сильно отличается от веры, которую практикуют христиане, разные конфессии, вот, в том числе православные христиане. Вот, я, допустим, не молюсь Богородице, к святым, хотя, допустим, и матушка Минадора, и, значит, другие матушки, там, очень святой жизни люди, да, значит, но практиковали и жили этой верой. Этой верой я не практикую уже давно уже, с 96-го года, поэтому касательно цитаты из Библии, сейчас все наоборот, то есть, так вот, делам можно подражать, а вере нет, ни в коем разе. Вот, а если лицемеры, если именно евангельские учителя, вот именно, которые библейскую веру исповедуют, но не живут по ней, вот, по отношению к ним, да, вот, применимо, вот, подобное, но у нас в православии такое неприменимо. В протестантском мире, и то не везде, такое больше или меньше применимо, библейское сравнение, в православном нет, нам очень далеко до библейского учения еще, очень далеко. Ибо Бог действует сейчас по ситуации на данный момент, ну, не знаю, Бог всегда действует, как Он действует, это все, что хочет, то и делает, всемогущий Бог. С искрением поступает искренно, с лукавым и по лукавству, в этом случае, в этом смысле, да, по ситуации. Но я хочу, знаете, что сказать, сегодня перед молитвой, перед этой утренней трансляцией, я сейчас включил трансляцию, вот в 6 утра, как обычно, сейчас совершаю хлебопреломление, причастие и еду к себе на служение уже. У нас молитва сейчас утром, вот, и в 9 утра начало будет служение, начало собрания у нас здесь в Киеве. Вот, поэтому я хочу поделиться. Вот, я процитирую в начале Мартира Лютера, его цитату, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий, воспевающий Бога христианин. И, вот, перечитывая Лютера, вспоминая его эти цитаты, и вот здесь я привел другую цитату, ну, примерно то же самое. Дьявол панически боится поющего христианина. Скажу так, друзья, я вспомнил, как наших братьев, Павла и Силу, их ни за что арестовали, за все хорошее, за слово Божье. Они не совершили никакого там уголовного преступления, вот, ни хулиганства, никакого, именно они благочестивы были, братья наши. Но их арестовали, их били, вот, их бросили в темницу, в колодки, заковали и бросили в темницу. Униженные, оскорбленные, убитые, значит, вот, избитые и в темнице, вместе с уголовниками, вот, и плюс еще завтра, что будет неизбит. Неизвестно вообще. И, слава Богу, наши братья, они не унывали. Ну, может, вначале, может, чуть-чуть и приуныли, неизвестно. Но, по крайней мере, они к полночи, они славили Господа, они благодарили Бога за все, они воспевали Бога. Вот, и удивительное чудо произошло, земля потряслась. Кто-то скажет совпадение, кто-то скажет, ну, вот так, мало ли, как бы, совпадение. Билли Грэм говорил, по-моему, на эту тему. Билли Грэм, уже покойный, да, сказал, что когда я молюсь, то эти совпадения становятся постоянными. Или, как бы, они постоянно происходят, совпадения эти. А Чарльз Перджин, напомню, уже слова его вспоминал я, вот, в прошлые дни, он говорил, что Его Величество Случай, это псевдоним Его Величества Господа Бога. Вот, и, и к тому же, не только это было землетрясение, это было чудо еще и в том, что темница распахнулась, двери раскрылись, и колодки у всех, узы у всех ослабели. А это уже не просто вам землетрясение, это уже действительно Божье чудо. Вот, и, и не только у братьев наших-то, собственно, открылись вот эти вот колодки-то, ослабели узы, да, и не только для наших братьев открылись двери темниц, но и для всех там уголовных, там, кто там были эти преступники, для всех это было открыто. А это о чем говорит? О том, что, когда мы воспеваем Господа, Богу поем, то не только какие-то наши темницы открываются, и наши какие-то колодки там ослабевают узы, но и у тех, кто слушает нас, даже если они не верующие, далеки вообще от веры, но если они прислушиваются, да, слушают нас, то и у них тоже колодки, их узы ослабевают, и им тоже двери темниц открываются. Аллилуйя! Роман пишет, истинно, аминь, Петр пишет, синица, аминь, и по Библии, ходатай наш, Христос, они святые. Да, на самом деле, именно Христос посредник, и его ходатайство достаточно, и только лишь оно возможно, почему? Потому что Иисус Христос, он не просто святой, он не просто преподобный, праведный, он не просто человек, даже с большой буквы человек. Божеская кровь, святая кровь, агнца Божьего была пролита, и лишь это сделало возможным ходатайство Иисуса Христа, ибо един Бог написано, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера действительно вселенную утверди. Брат Петро, это истинная правда, нема иншого хвадата и покровителя, как наш Господь. Аминь, аминь. Так и есть, братья и сестры. Вот, и сейчас уже время подходит уже к завершению этого эфира, я по утрам в воскресенье не могу долго, потому что мне нужно будет ехать, я еду еще в метро, вот, и с пересадкой, и, значит, и там нужно будет все приготовлять сейчас перед молитвой, поэтому я буду сразу после трансляции, я выезжаю уже. Вот, ну, вас благоставляю, друзья. Так, приветствую вас, брат Сергей и Сергей, сегодня после богослужения еду на сессию в Кременчугскую семинарию, благоставите дорогу и учебу, если бы Бог говорил через преподавателей, чтобы Бог говорил через преподавателей. Аминь. Благоставляю вас и дорогу, и учебу вашу, привет всем святым в Кременчуге, вот, буду рад тоже послужить у вас в Кременчуге, я бывал, но давно уже, вот, а в семинарии и не бывал там еще вашей, поэтому буду рад послужить темой истории христианства. Сейчас эти месяцы я служу здесь, в Украине, и вот, в частности, сейчас служу в Киеве, тоже в семинарии в одной и в другой, вот, и, ну, в разных конфессиях, будем так говорить, в разных конфессиях, в разных деноминациях. Слава Богу. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас сейчас, причастие, хлебопреломление. Кто-то там на фейсбуке вопрос задал, можно ли принимать причастие на дому, дома, хлебопреломление. Я написал, не только можно, но и нужно. Причастие в церкви, в церквях, как оно совершается, конечно, в чужой монастырь я не прихожу со своим уставом. Как у них принято, так я и совершаю. Как, допустим, совершается хлебопреломление в церкви, я прихожу, я так и совершаю, и причащаюсь у них по их правилам. Будем так говорить, пресный хлеб, или квасный, вино, или сок, литургийно, или минимум обрядности вообще. Это, они верят в присуществление буквально, или же в символизм тела и крови Христа, неважно. Это уже вещи второстепенные, третьестепенные. Самое главное, наша вера в то, что Иисус и есть тот самый Христос, Сын Бога Живаго, который действительно за нас пострадал, пролил свою кровь божескую. И что важно, то рассуждать о теле крови Христа, что кровью Иисуса Христа я спасен. Кровью Иисуса Христа я исцелен, благословлен всеми благословениями небес. А что? Спасение через кровь Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасенье. Спасенье через кровь Христа. Спасен я через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Совершенное спасенье. Спасенье через кровь Христа. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя и славлю, Боже всемогущий. Благодарю тебя и поклоняюсь тебе, Боже, в собрании святых, Боже, со всеми братьями и сестрами, кто подключился сегодня, сейчас. Вместе с твоими святыми ангелами и с теми, кто потом будет это видео смотреть на ютубе. Боже всемогущий, благословляю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за причастие тела и крови Твоих, за хлебопреломление. Боже всемогущий, благодарю тебя. Благодарю тебя, что действительно чудо совершилось, совершилось 2000 лет тому назад, искупление рода людского. Свершилось исцеление наше, свершилось освобождение наше. Боже всемогущий, и я благодарю тебя, что и сегодня, в наш век, когда уже космические корабли бороздят просторы Вселенной, сегодня, Боже, и на околоземной орбите, и здесь, на земле, везде, везде, во всех странах, континентах, Боже, люди, миллионы и миллионы сердец, искренне принимают Твое спасение, принимают то, что Ты сделал для нас, принимают благодать Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Общение Духа Святого, Боже, благодарю тебя, Господь, за все, Отец мой, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб и земли, и плод виноградной лозы, благословен Господь Бог наш, Искупитель наш, живой, Аллилуйя, спасибо Тебе за тело и кровь Твои, которыми я искуплен от суетной жизни, которыми я исцелен, которыми я совершенно спасен, спасибо Тебе, Господь, за все, воспеваю Тебя, хвалю Тебя, Господь, за все, Аллилуйя, тело Христа, кровь Христа, Аминь. 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 Аминь, аминь, аминь. Аминь. Алихаем, за жизнь, за жизнь всего мира Ты отдал свою жизнь. Воспоминания Господа нашего Иисуса Христа, доколе Он придет, мы совершаем сие таинства, Божие во имя Твое, благодарю Тебя, Великий Бог, Творец неба и земли, Ютхэй, Вавхэй, Иегова, Творец наш, Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и воля Твоя во мне, на этой земле, в моей судьбе, как на небесах. Да свершится, Господь, слава Тебя. Благодарю Тебя за победу над лукавым и всем его лукавством. Благодарю Тебя, Господь Божий, за хлеб наш насущный, который Ты даешь нам на каждый день. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Благодарю Тебя за прощение, которое я имею от Тебя, Господь Божий. И благодаря тому, что я прощен, я могу прощать других людей. Спасибо Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя, Святой, Великий Бог наш. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Спасибо, спасибо, спасибо. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за причащение Пречистов Твоих, святых Твоих таинств, тела крови Твоих. Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашим. Благодарю Тебя за искупление. Благодарю Тебя, Господь, за исцеление. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение. Спасение через кровь Христа. Аминь. Благоставляю Вас, братики, сестрички, дочечки, сыночки, невестного нашего любящего папочки, Авы. Аллилуйя. Благоставляю всех Вас во имя Господне. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, братья и сестры, дамы и господа. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, а человеком, нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу навеки. Слава Богу Святому. Аминь. Благословения, Господне на Вас и роды на Вашу. Дякуем за спильную молитву. Доброго дня. Аллилуйя. Дякую, брат. Благодать Господа со всеми нами. Аминь. 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 Благословляю всех вас. Аллилуйя. Спасение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа.